Профессия преподавателя йоги на самом деле не такая простая, как может показаться на первый взгляд И она больше похожа на миссию, путь, чем на ремесло И вставая на этот путь, мы выбираем путь служения И всем нам хочется всегда оставаться в ресурсе, сохранять баланс, брать, давать И в нашей профессии это действительно очень важно для того, чтобы не выгорать Для того, чтобы у нас были силы давать людям знания, давать людям свой опыт И оставаться хорошим преподавателем И кроме того, любой труд, так же как и труд преподавателя йоги, должен быть достойно оплачен И это тоже про баланс брать-давать И сегодня я поделюсь с вами теми инструментами, которыми я пользуюсь сама Для того, чтобы, во-первых, восстанавливать себя, восстанавливать свой ресурс Для того, чтобы быть полезной людям И, во-вторых, для того, чтобы давать людям еще больше, чем йога Давать людям инструмент для самопознания, для восстановления собственных сил В общем, буквально помогать людям, которые приходят ко мне на йогу И в том числе для того, чтобы моя работа была оплачена по достоинству Я ароматерапевт и аромапрактик уже более двух лет Использую эфирные масла для себя, для поддержания своего ресурса А также для здоровья и ресурса своей семьи и всех людей, которые меня окружают Это мои друзья, это мои ученики Также я провожу арома-йогу, арома-диагностики Различные тематические классы И давайте сегодня я вам расскажу, как с помощью чистых натуральных эфирных масел Вы можете усилить себя в качестве преподавателя йоги И давать людям нечто большее и интересное и глубокое, чем просто йога Очень важно использовать только стопроцентно чистые натуральные эфирные масла И, к сожалению, те, которые продаются в аптеке, не имеют к ним никакого отношения Ну, они просто даже не будут работать И я выбираю только те эфирные масла, качество которых будет подтверждено В качестве которых я уверена И для себя я остановилась на маслах компании Дотера Это мировой производитель эфирных масел Чистых, натуральных и сертифицированных И это очень удобная система логистики Например, я могу составить протокол и рекомендовать эфирные масла человеку Ну, буквально из любой точки мира И я знаю, что он эти масла получит надлежащего качества И давайте перейдем теперь к нашей теме Что нужно преподавать йоге? Конечно же, в первую очередь восстанавливаться самому Наша профессия очень энергозатратная Мы управляем телом, управляем своим голосом Испытываем определенные эмоции К нам приходят разные люди И мы волей-неволей можем перенять эмоции других людей Здесь нам на помощь приходит эфирное масло Ладана Это масло сохраняет духовную энергию Дает очень мощную внутреннюю опору и поддержку И сохраняет ясность ума И это самое медитативное масло Которое вам точно пригодится и для себя, и в ваших практиках Про которые мы обязательно с вами поговорим чуть позже Как же применять эфирное масло, ну, например, масло Ладана? Очень просто Самый первый и понятный способ ароматерапии называется ароматический Это значит, что мы вдыхаем эфирное масло, буквально впуская его в свое тело, в свои клетки Здесь есть несколько способов, подспособов, как мы можем применять ароматическое эфирное масло Например, просто подышать из флакона Это уже отличный прием ароматерапии, который будет работать Вы открываете флакончик Я могу показать Как-то невидимый флакончик открываю Так Ладан, где Ладан? Мы просто открываем бутылек с эфирным маслом Делаем несколько вдохов Несколько циклов дыхания И это уже будет прекрасный способ ароматерапии, который будет работать Далее, мы можем нанести эфирное масло, одну капельку на ладошки Нет, я правда нанесла, просто он не капал Я поэтому так вот постучала Можем растереть в ладонях И затем подышать прямо с ладоней И этот метод будет называться сухой ингаляцией Будьте внимательны, не каждое масло подойдет для этого метода Есть отдельная категория горячих масел Которые могут вызвать определенную реакцию кожи Но к маслу ладана это не имеет отношения Поэтому его мы можем смело наносить на ладони и дышать Как преподаватели йоги Вы можете использовать разные приемы дыхательных практик, техник, пранаям Включая в эти практики эфирные масла Это будет очень классно работать на ваше восстановление Друзья, обязательно практикуйте самостоятельно с учителем Личная практика это очень важно для нас И в сочетании с эфирными маслами будет давать очень крутой восстанавливающий ресурс Каким еще должен быть учитель йоги? Сильным и здоровым это факт И здоровье и крепкий иммунитет это то, что нам дает постоянная регулярная практика йоги Но иногда вирусы просто беспощадны И полные классы, полные группы людей Сниженный иммунитет на фоне стресса и усталости А мы все-таки обычные люди И мы тоже иногда стрессуем, болеем и устаем Никто не хочет болеть, отменять классы Поэтому запоминайте Эфирные масла это отличный инструмент для укрепления иммунитета И для поддержания себя в здоровом состоянии И при постоянном регулярном применении, при постоянной ароматерапии Эфирные масла действительно помогают укрепить иммунную систему и здоровье Для того, чтобы противостоять вирусам и заболеваниям Какие эфирные масла поддерживают наш иммунитет? Конечно же в первую очередь это пряная группа К ней относятся корица, гвоздика, мята, орегано, тимьян А также все цитрусовые масла, чайное дерево и эвкалипт Это база для того, чтобы поддерживать себя в здоровье и укреплять свой иммунитет Как мы можем применять эфирные масла для поддержания здоровья? Самый простой способ это аромодиффузор Это, кстати, тот инструмент, который вы можете использовать и дома Для поддержания здоровья всей семьи И в студии, где вы работаете Для того, чтобы обеспечивать санацию помещения Ну, другими словами, очищать и увлажнять воздух Создавать антибактериальный эффект Которым, кстати, практически все эфирные масла обладают И лучше всего это делать на постоянной основе Кроме тех масел, которые я вам уже назвала У ТТР есть просто потрясающие готовые терапевтические смеси Для поддержания нашего здоровья Это и смесь респираторная для поддержания дыхательной системы Которая называется БРИЗ И смесь противовирусная, которая называется ОНГАРД И есть даже специальные смеси для поддержания здоровья Желудочно-кишечного тракта Это тоже очень важно Кроме того, для поддержания здоровья И даже для восстановления здоровья Мы можем применять эфирные масла Следующим способом, который называется довольно сложно Трансдермальный Это значит, что мы наносим эфирные масла на кожу Но используем для этого базовое масло Кстати, всю информацию по протоколам, по названиям масел И что такое базовое масло и как его выбрать Вы найдете тоже в приложении к этому уроку Самые лучшие точки приложения эфирных масел Когда мы их наносим на свою кожу, на свое тело Это стопы, это позвоночник И это проекции внутренних органов Тех органов, с которыми мы хотим поработать и излечить И, конечно же, используя эфирные масла в диффузоре в своих классах Мы обеспечиваем не только свое здоровье Но и здоровье, иммунную систему Поддерживаем своих дорогих клиентов Мы же не хотим, чтобы они болели и пропускали занятия И мы плавно переходим от себя к ученикам Именно в таком порядке Потому что давать энергию мы можем только из ресурсного, изобильного состояния И самый простой прием ароматерапии, который мы можем использовать для наших учеников Он уже был мною назван Это, конечно же, аромадиффузор И это самый мягкий способ ароматерапии Это самое мягкое воздействие на всех людей, которые находятся в помещении И есть список универсальных эфирных масел Которые будут подходить и нравятся по аромату практически всем людям И к этим ароматам я отношу апельсин, лимон, мяту, лаванду и чайное дерево Кстати, поделюсь с вами одним лайфхаком, который я буквально недавно использовала сама Если вы ведете классы офлайн или если у вас своя студия, в которой вы работаете Вы можете вместе с вашими учениками или вместе с вашей командой создать вашу фирменную смесь Вы подбираете несколько эфирных масел монокомпонентных, которые чаще всего всем нравятся Некоторые из них я уже перечислила И из них создаете свой индивидуальный аромат Фирменный аромат вашего места, по которому люди будут вас узнавать Это очень классно И когда мы используем аромодиффузор, мы берем 1-2 капли эфирного масла из расчета на 5 квадратных метров помещения И далее мы с вами переходим непосредственно к аромапрактикам Я знаю множество вариантов, как их сделать интересными, глубокими, вовлекающими И к этим практикам мы относим арома-йогу, арома-медитация, арома-гвоздестояние, арома-диагностику И да, во время йоги можно не просто включить диффузор, но использовать эфирные масла, предложив их клиентам Для того, чтобы они выбрали свое ресурсное масло, свой аромат Для того, чтобы они сделали сухую ингаляцию, как я вам уже показывала Либо предложить нанести на макушку, для того, чтобы практика стала более глубокой и действительно духовной Также вы можете создавать свою уникальную шавасану, используя эфирные масла во время глубокого расслабления И в тематических практиках ключевым моментом будет момент арома-диагностики Что это такое и как это работает Для того, чтобы вы понимали, я приведу простой пример И полный пример этой практики, буквально скрипт, вы найдете также в приложении к этому уроку Итак, мы выбираем 3-4 эфирные масла для тематического класса Например, назовем этот класс «Открытое сердце» И мы знаем, что сердце – это четвертая чакра, анахата, и элемент этой чакры – воздух И, кстати, практика аэро-йоги будет просто идеально сочетаться с этой темой Потому что гамак – это то, что нам дарит легкость, невесомость, и это элемент воздуха И масла мы подбираем также под тематику данной практики И как нельзя лучше сюда подойдут эфирное масло лаванды, жасмин, апельсин, иланг-иланг И смесь эфирных масел бриз, которая буквально раскрывает грудную клетку и позволяет дышать полной грудью Последовательность йоги мы составляем таким образом, чтобы мы поработали и с дыханием То есть предлагаем клиентам сделать пранаямы Вы выбираете те, которые вы лучше всего умеете давать Мы обязательно работаем с плечевым поясом, раскрываем грудную клетку для того, чтобы мы дышали полной грудью Работаем с кистями, с ладонями, как проекция четвертой чакры, анахаты И, конечно же, используем гамак во всех этих практиках для того, чтобы привнести в тело элемент воздуха И это всего лишь один из примеров моих авторских практик, которых, кстати, у меня довольно много И я с удовольствием готова всем этим делиться Обязательно в начале практики сделайте запрос, намерение, предложите это сделать вашим ученикам, которые пришли в класс И помогите им сформулировать это намерение с помощью эфирных масел Если вы используете такой инструмент, как метафорические карты, то они тоже будут как нельзя кстати После этого предложите им сделать пранаямы Переходите к практике асан И в конце сделайте шавасану, которая максимально расслабит клиента Можно сделать медитацию на выбранную тематику И оставьте 5-10 минут до конца занятия для того, чтобы рассказать людям, какие же масла вы предложили Потому что каждый из них сделает свой собственный выбор И всем будет интересно послушать, что же означают выбранные ароматы Эту информацию вы тоже найдете в приложении к данному уроку Дорогие друзья, поверьте, такие практики это будет просто вау-эффект для ваших учеников Кроме того, ароматерапия действительно может и вас поддерживать И давать вашим клиентам дополнительный ресурс к йоге А еще может стать отличным способом для повышения своего прайса, своей цены И лично я это использую очень успешно И если вас заинтересовала тема ароматерапии, вы можете смело обращаться ко мне Я обязательно подберу для вас тот вариант, который вам на сегодняшний день максимально хорошо подходит Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok